Я был на отдыхе и вот вышло много новой информации о FIFA Мобаут 11 версии И сегодня я готов вместе с вами поделиться этой информацией И самое основное то, что я хотел бы вас спросить Хотели бы вы, чтобы я открыл наборы, там где выпадают игроки с Ратемстом, Хэллоуин Если хотите, давайте наберем здесь много лайков и комментариев И сразу же открываю эти наборы и показываю вам, что там выпадает Хотя я конечно думаю, что уже каждый второй их открыл Но все же, если вам интересно, ради вас я готов закинуть в FIFA Points и показать, что там выпадает Ну а пожалуй мы начнем с минуса, а потом перейдем к плюсу Итак, ребята, многие из вас знают то, что будут особенности в этой версии FIFA Mobile 19 Есть спорцы в этом сезоне сделали ограничения И не все ваши устройства будут поддерживать FIFA Mobile 19 версии И это если честно, жаль, потому как многие из вас не сумеют играть И некоторым из вас, родители, не сумеют купить новые смартфоны, а также планшеты И это обидно, но все же, если у вас есть компьютер мощный Вы сумеете с помощью компьютера играть в FIFA Mobile 19 Качаете просто-напросто Nox, либо BlueStacks Итак, особенности загрузки FIFA Mobile iOS iPhone 5 и более поздней версии iPad 6 генератора, iPad 4 поколение позже iPad mini 2 и более поздней версии Кстати, ребята, многие из вас, у кого есть Huawei устройства Даже если они дорогие, то все равно не запускается в FIFA Mobile 19 Специалисты eSports пока что ведут все настройки для того, чтобы Huawei также работал в FIFA Mobile 19 Режим игры Head to Head в новом сезоне FIFA Mobile имеет свои минимальные требования к спецификации Устройства, которые не соответствуют этому, не смогут играть в режиме, потому что игровой опыт повлияет на обоих игроков Даже если у одного из игроков есть устройства, отвечающие за требованиям Итак, чтобы играть в онлайн-матчи, вам нужно, чтобы у вас были устройства iPhone 6 и более поздней версии Это первый минус, потому что iPhone 6 стоит довольно-таки немало денег iPad Air 2 или поздней версии, iPad mini 4 выше iPad mini 4 стоит дохрена денег Для Android устройств, начиная с Samsung Galaxy S6 по S9 Plus, там 100% все будет идти Вот, ребята, если у вас родители спрашивают, какой смартфон купить, говорите OnePlus 5T Вот такой вот смартфон вообще идеальный Либо 6-й Ну, 3T тоже подходит и 5-й подходит Вообще, OnePlus это очень мощные смартфоны, там будут идти на easy все игры Вы можете сейчас паузу взять, посмотреть все устройства, которые вам подходят, не подходят Чтобы я не акцентировал на это внимание, потому как нас ждет еще более интересная информация Если у вас есть вопросы насчет поддержки вашего устройства, пишите в комментариях, постараюсь ответить на все ваши вопросы И, кстати, первый час лайкаю абсолютно все комментарии Перехожу к самому основному FIFA Mobile это сыгранность Многие из вас мечтали о сыгранности, потому как Она заставляет нас немного подзадуматься Собрать игроков так, чтобы они подходили друг к другу Команде, чтобы была сыгранность, чтобы игроки взаимодействовали А то так от понта собрали состав и все Это состав уже мечты и так далее Нет, ребята, хочется, чтобы у нас тоже было задротство, чтобы мы собирали определенных игроков Чтобы наши определенные игроки соответствовали друг другу И чтобы у них было взаимодействие хоть какое-то Чтобы было понимание в игре Вот если нет сыгранности, то все Уже игроки не будут друг друга понимать Некоторые будут лажать просто-напросто Поэтому и нужна сыгранность нам Зачастую футбольный клуб это не просто сумма всех его составляющих Разумеется, талант очень важен Однако, если игроки хорошо понимают друг друга И заранее знать действия товарищей по команде Создается впечатление практически телепатического взаимодействия на поле Услышьте, есть спорс, не зря они пишут этот текст В новом сезоне FIFA Mobile за такое взаимодействие будет отвечать сыгранность Давно полюбившись игрокам фут на консоли Сыгранность дает преимущество при построении состава с игроками С одной командой, стороны лиги или события И кстати, я уверен в одном том, что Вот эта вот сыгранность будет реально влиять И у нас появится много интереса И значит, если будет сыгранность, то есть спорс, на чем прислушиваться И 100% они будут вводить трафт Может быть не сразу, а в течение сезона они ведут При просмотре стартового состава Вы увидите новые элементы, обозначающие сыгранность игроков и все команды Начнем с сыгранности игроков Она представлена на линии, соединяющих двух игроков на смешанных позициях Обратите внимание, сыгранность существует только между игроками Качественно не ниже элитного Так что, ребята, нам придется элиток прокачивать На экране сыгранности обозначена цветная линия, соединяющая игроков Зеленая линия обозначает хорошую сыгранность Серое отсутствие сыгранности При переключении вида экрана состава в режим просмотра сыгранности Вы сможете увидеть конкретное значение сыгранности для каждого игрока с стартового состава И посмотреть, как игроки взаимодействуют и помогают друг другу с точки зрения сыгранности Число справа от каждого игрока является значением сыгранности Которую этот игрок сообщает всем соседним игрокам А число слева показывает сыгранность Полученную от всех соединенных игроков Кроме того, расположение рядом с общей командой Индикатор показывает общее значение сыгранности От всех игроков стартового состава в вашей команде Блин, ну это они очень круто придумали Мне нравится пока что то, что происходит И я думаю, что мы сумеем вообще кайфануть от этой версии FIFA Mobile На самом деле, вот то, чего мы просили, они делают Вот интересно, что они еще с рынком придумают Но думаю, если рынок будет еще онлайн, то вообще все Это ангеливый был в FIFA Mobile В режиме атаки сыгранности будет улучшать качество моментов А в других режимах повышать общие все ваши команды Офигеть! Не важно, во что вы играете в FIFA Mobile Если у вас высокая сыгранность, это положительно скажется на вашей команде Я надеюсь на то, что будет много новых пользователей Которые будут кайфовать от этой игры В общем, ребята, если вам понравился мой ролик Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал Влюбить здесь кучу лайков Дай приятный комментарий И каждому из вас до скорых встреч Всем пока!